я всех приветствую сегодня хочу показать то что я сейчас заготавливаю для себя для своей семьи и как раз наступило время когда мы у кого есть сады мы все занимаемся обрезкой и очень часто естественно обрезка от требуется для всех растений и мы делаем обрезку смородины вот я провела обрезку смородины я не стала показывать и вот у меня значит что получилось я собрала вот такие вот веточки что это веточки это не веточки это почки смородины ой да черный черные смородины в первую очередь вот здесь вот и вот такие вот веточки в том числе вот значит что я я с куста все это обработала обобрала есть маленькие есть большие и вот они у меня сейчас пока вот такой вот кучкой что я теперь буду делать вот те которые веточки у меня прямо с такими веточками я из них делаю настойку на водке и поэтому вот я для примера выдал делаю естественно так как в бутылку я это не делаю не впихиваю потому что потом очень сложно освободить бутылку от этих всех веточек я складываю вот эти вот ветки в банку именно с веточками я сюда накладываю которыми длинные веточки я сюда накладываю смородиновые почки смородина ну все очень то знают что прекрасная вкусная ягода вот богата витамином c если такая вот ветка видите длинная да я ее потом еще все-таки ломаю вот и вставляю в банку значит конечно же смородина богата витамином c все это прекрасно знают но смородина ко всему прочему еще прекрасный иммуномодулятор подчеркиваю это прекрасное средство для очищения почек активные средства для восстановления работы мочи мочеполовой системы способствует выделению жидкости большие то есть очищение организма идет и в именно вот в почках подчеркиваю именно почки отвечают еще тем что это очень сильный антиоксидант и во многих рецептурах которые сейчас рецептах которые противоонкологические противоопухолевые вот там присутствуют смородиновые почки и ангины и бронхиты кожные заболевания вы знаете даже нету такого какого-то нарушения здоровье при котором бы смородиновые почки были бы вот бесполезны я бы сказала так в любом случае они оказывают положительное влияние на работу всего организма и в первую очередь питает определенными веществами которыми богата смородина если даже сейчас я буду видеть какие такие веточки дают то что году и если даже я буду перечислять все эти вещества взять его огромный просто огромный список их и если кому-то это хочется лучше наверное вы откройте в любую там в интернет страницу вы найдете много 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 объяснений пояснений химический состав и все прочее у меня задача вам сейчас показать как я это делаю вот и пугать вас какими-то научными названиями совершенно не желаю вот таким вот образом где-то приблизительно вот я даже ведь как не утрамбовываю а все-таки вот накладываю ветки так вот чтобы они заполнили банку но это не не очень плотно и часто спрашивают а сколько нужно чтобы было в банке вот я вам по этому баночку выберу и приблизительно показываю как это делать нет ли это банка литровый то естественно тоже вот таким же вот на просвет все вот так вот оно есть и видно значит это одна часть которую я готовлю и естественно я заливаю это водкой или самогонкой если кто-то делает свою самогонку я хочу подчеркнуть можно делать это на спирту но я лично не очень люблю спиртовые настойки по определенным причинам я не буду сейчас объяснять это все вот а я заливаю водкой и через неделю но лучше две недели держать нужно это в темном месте через две недели и этот состав в принципе он будет готов но у меня очень много настоек разных лечебных целебных и мы их используем очень часто прямо по назначению но очень часто мы используем это и в качестве профилактики то есть что такое профилактика но допустим особенно конечно когда начинается осенний период вот тогда уже у нас вход идут настойки до 50 грамм святое дело вот когда идет допустим эпидемии вируса гриппа когда кто-то пришел говорит ой я замерз я перемерз святое дело у нас сразу же какая-то своя собственная настойка и вот настойка из смородиновых почек она одна из самых популярных потому что на первых очень вкусная и приятная вот и очень хороший эффект и лечебный когда застыл за студии ли ноги это практически всегда после того как вы студии ли ноги всегда дальше что проблема с мочеполовой системой вот застудили ноги пожалуйста смородиновая нас . вы почувствовали что у вас першит горло там и вот вроде бы вот-вот может наступить она начаться ангина там да или какой бронхит ну вот вот смородина и пожалуйста это нас . и конечно же чем дольше стоит такая настойка тем она становится эффективнее вот у меня есть настойки которые мы сейчас пользуемся они уже с хорошей выдержкой по два-три года поэтому конечно же эффект от таких настоек гораздо выше сильнее и лучше чем когда вот такой вот скоростной как говорится прием режим что две недели настоялся вроде бы настоялся ничего подобного за две недели еще по вот сами веточки вот тут очень понимать богатая вот это вот структура самой ветки она богата еще многим веществами которые попадают в состав только тогда когда настойка вот выпад в сводки тогда 40 градусов вот когда она простоит как минимум полгода вот через полгода это уже более менее нормальный хороший здоровый крепкий настой нож если вы выдерживаете это несколько лет это вообще прекрасно поэтому рекомендую поставить это на долгий ящик и хотя бы если вы сейчас это сделаете то вы можете этим пользоваться зимой и это будет более эффективнее чем сейчас но если вдруг пришли гости вам хочется чем-то кому-то удивить хорошим комфортным напитком и во здравии можно в принципе уже этим пользоваться через неделю вы поймете какой это прекрасный аромат и напиток далее конечно же вот этот напиток может быть такого цвета когда он настоится вот этот как раз напиток он уже настоялся в течение двух лет этого годичной настойки поэтому обретает он такой коричневатый цвет почему здесь у нас естественно есть кора и вот это вот все очень хорошо сама кора отдает свои вещества потому что тут нужно знать что в каждой вот это вот допустим вот где у нас там я сейчас возьму такую веточку чтобы вам что нет вот она нужно понимать что опять таки в каждом листике есть свои вещества вот самом соединении с веточкой это будет активная почечная зона там еще какие-то другие микроэлементы сама кора она всегда в имеет свойства которые не совсем свойственно его допустим листве и у кора растений она всегда у нас в россии применялась очень часто применялась особенно когда нарушение работы желудочно-кишечного тракта когда есть диспепсия или допустим синдром раздраженного кишечника вот сейчас очень многих людей свой синдром раздраженного кишечника многие пытаются это ну естественно лечить всевозможными лекарствами но к сожалению я чаще всего это не получается синдром раздраженного кишечника в первую очередь еще конечно же это психосоматическое состояние но и нарушение в связи с тем что там напряжение появляется в кишечнике нарушается микрофлора и вот именно кора разных растений кустарников такая кора у кустарников и деревьев в первую очередь работают прекрасно на все нарушения желудочно-кишечной работы желудочно-кишечного тракта конечно же потом что я делаю эту вот вот это вот все переливая потом без даже без фильтрации поэтому естественно перед тем как вот это все делать я промываю слегка просушиваю а потом уже перебираю и вот из каждого что-то я делаю своем и так вот это у меня здесь значит настойка далее что я делаю в любом случае на какое-то ближайшее время мы можем использовать тоже чай для чая я в первую очередь использую вот тут у нас как раз осталось вот такие прям я уберу вот ну вот такие маленькие я их перебираю и вот это вот прям буквально мы пользоваться начинаем самое ближайшее время это что это получается сейчас покажу на веточки вот на веточки и я с некоторых веток прям брала и вот так вот вот эти вот обдирала вот эти вот мы ли пусинки вот эти вот такие почечки мы пользуем на ближайшее время для вот вкусного ароматного чая полностью восстанавливает естественно очень много в организме процессов напитывает разными здесь просто кладезь витаминов кроме всего прочего не забываем о том что каждое растение имеет свою биологическую активность и биологическую субстанцию которая способствует каким-то определенным процессом нашем организме то есть вот допустим когда это у нас многие едят про русские пшеницы это же не то что того что там корешочек появился да и вот немножко разбухла саму 7 нет там еще самый сам процесс проращивания вырабатывает в организме вот в этой вот маленькой в каком-то зерне вот еще очень важная энергетическая составляющая которая мы также поглощаем когда мы кушаем что-то при фрукт и там да вот травы используем и многие травы и деревья они тоже имеют свою энергетическую составляющие там с позиции ну вот в россии это говорилось так тени вот я точно могу сказать да солнечное растение там вот теневое ночное а когда я изучала китайскую медицину и получил диплом китайского врач китайской медицины вот там значит используется название инь и янь вот почему-то она прижилась и не янь в россии уже больше чем наши издревле известное название до вечерние солнечные утренние вот каждая из этих травок она имела свою такую субстанцию вот смородина это солнечная это янь если уже поговорим по китайской привычным многом до многим названию вот и на вот эти вот маленькие росточки я их использую вот буквально вот на первое время которое мы сейчас будем пить чай заваривать чтобы она не испортилась я естественно даже показала да вот эту беру такую какой-нибудь поднос и я очень так вот раскладываю чтобы она просохла и не не заплесневела не завлаживание не появилась влажность если у кого есть возможность положить в баню в баню кладем вот и в течение суток это в течение где-то трех-четырех суток некоторым рекоментора рекомендуют делать это в духовке ну когда-то я тоже делал в духовке можно в духовке но очень важно тут чтобы не поднимать градусов температуры до выше 50 градусов ни в коем случае тогда про установите пережаривается само растение при температуре 40 50 жара 40 градусов выдерживать 50 градусов уже и выдержанные свыше 50 градусов растений погибают то есть все процессы Это вот самое важное здесь, опять-таки мы говорим об энергетической составляющей. Это тоже нужно знать, потому что если мы это сохраняем, то это растение несет с собой и энергетическую структуру нам для здоровья. Поэтому придерживаться нужно того, того температурного режима, при котором растение не погибает, а просто оно как бы уходит в спячку. Оно подсыхает. И поэтому градусов 50. Можно положить в духовку и вот так вот подогреть духовочку и поставить туда. Потом вы чувствуете, что оно немножечко остыло, вытащили противень, подогрели духовку немножечко, опять поставили туда противень. На противне ни в коем случае это не делаем, потому что противень пережжет все это. И так вот в течение, можно один раз в день так вот включить и дальше в теплом такой духовом шкафу это все подсыхает. И постепенно, ну 3-4 дня, 3 точно дня, и вы потом тоже обратите внимание, что вот это все уже равномерно высыхает, оно не меняет своего цвета, оно сохраняет, самое главное, вот свою живость и то, что оно должно нести. Вот, и это что высушить. Ну и конечно же можно пользоваться опять-таки, что сразу же напрямую, можно вот в такую вот заварочину, как у многих или какой-то другой, то я уже вот сюда, ну что-то там, даже вот если у нас веточки, можно такие веточки тоже использовать для приема, для заварки свежего чая. Вот, тогда мы накладываем вот сюда, не утрамбовывая, вот сколько оно туда влестится, ну вот еще чуть-чуть. Вот, и достаточно. Закрываем, естественно, и заливаем кипятком. Кипятком заливаем. Такой чай должен настаиваться хотя бы полчаса. И если вы просто оставите вот так вот чай, залитый кипятком, не хватило у меня кипятка, вы уж извините, но я пока для вас просто это покажу. Вот, заливаем полностью и закрываем вот у кого что, у меня такая красавица русская, и закрываем вот таким вот образом полностью чайник. Очень важно, чтобы вот само дно не стояло где-нибудь на холодном, иногда оставляют на холодной какой-нибудь подставке, мраморной, пластиковой. Желательно, чтобы это было на дереве, или, допустим, на каких-то таких подставочках пробковых, чтобы дно тоже сохраняло тепло, и тогда получается очень хороший настойка. Через полчаса можно прекрасно использовать вот этот вот чай, он будет концентрированный, хороший, можно уже там по вкусу вы это берете. Можно просто, естественно, в стаканчик, вот тоже так же я покажу, да, просто, ну сколько вот на стакан должно быть. На стакан всегда берется щепоть, вот эта вот щепотка. Вот сколько в стаканчик войдет, у каждого своя щепоточка. Вот тут есть очень интересный момент, что в народе всегда рекомендовали, да, вот все измеряли щепоть, щепоть или щепоть, в разных областях по-разному говорили. Вот, но важно, что каждый в свой стакан брал, вот если сделали такой свежий чаечек, то брали своей рукой, клали, заливали водой и сверху, кипятком, естественно, сверху закрывали. Так, чтобы тоже это настоялся чай, и такой вот как раз легкий чай. Но для того, чтобы легкий чай пить, вот тут как раз нужны вот эти вот маленькие, вот такие я еще буду здесь готовить, вот такие малепусенькие, я их отрываю на быструю заварочку. А крышочки, которые у меня останутся, я их все куда пущу, я сделаю еще настойку, и вот все крышочки у меня уйдут потом в другую баночку, которая у меня останется. А вот такой вот, для таких чаев я приготовлю вот такие вот прям маленькие, маленькие отбираю почки, уже пророщенные. Значит, иногда используют почки прям вот такие вот, сейчас, вот, вот, это уже вот цветоножечка такая готова. Иногда рекомендуют использовать только такие, я не вижу смысла, что использовать вот прям вот только-только, вот, которые только появились. Вот, потому что они еще даже полностью не набрались всего сока. Они, вы знаете, как вот есть, есть очень важный закон, когда нужно собирать некоторые растения. Вот некоторые растения, не то, что некоторые, вообще не собираются растения, ни одно растение не собирается, когда оно еще закрыто, когда еще не пошли соки. То есть, вот, вот в этом растении активизировалась вся жизнь, активизировались все буквально процессы на развитие, на раскрытие. И есть тут уже, вот, если это вот такой цветочек рассмотреть в определенных условиях, определенной аппаратурой, то уже можно сказать, сколько здесь будет соцветий, сколько здесь будет цветочков, какой он вырастет. То есть, полностью об этом рассказать, потому что сейчас здесь есть такая аура, аура, подчеркиваю, энергетическая, и это есть, это факт доказанный, это не фантастика, которая говорит о том, что активизировали все силы, все резервы вот этой живой субстанции, которая, вот, и именно эта энергия тоже важна при оздоровлении и при, естественно, заготовке тех продуктов, которые вы потом будете использовать для своего здоровья. Я надеюсь, что вы меня услышали, кто захотел, тот услышал. Вот, и в любом случае, есть у вас буквально несколько дней, чтобы вы могли это использовать. И если даже сейчас вот у кого-то уже там, может быть, больше листочек есть, но в любом случае молодая листва, которая только-только вот набирает силы, она одна из самых сильных, именно в первую очередь, иммуномодуляторов, иммуноактивизирующих, питающих тело жизнью и силой долголетием. В первую очередь, сразу говорю, это рекомендовано людям, которые после какого-то хронического заболевания, которые требуют сейчас активного восстановления. И, естественно, бронхолегочные заболевания всегда, и вот всегда это всегда, буквально часть смородины и смородинного листа всегда использовалась для того, чтобы восстановить человека после тяжелой болезни легких. Ну и, конечно же, если люди пожилые и не хватает сил для того, чтобы продолжить жизнь, я рекомендую именно только вот использовать в первую очередь такие сейчас ростки, такие вот почки от смородины. Ну и всего вам хорошего, здоровья и благополучия. До скорых встреч, потому что что-то я вам еще покажу из своих собственных секретиков. И надеюсь, что они вам помогут сохранить ваше здоровье долголетие. Всего хорошего, будьте здоровы и живите в благости. Спасибо. Спасибо.